Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Армения примет участие в международной выставке ATM Дубай 2021. Вечер памяти памятника Веда Самвела Карапетяна. Европа выносит на повестку дня вопроса армянских военнопленных, сообщает газета Республика Армения. Эндемичная роза из халфети Западной Армении и еще одна зарегистрированная торговая марка. В Армении начинается традиционная франкофония. Мекеран Карпет восстанавливает культурное наследие Западной Армении. 17 марта в режиме онлайн прошло очередное заседание Национального собрания Западной Армении. В заседании приняли участие депутаты Национального собрания Западной Армении из Армении, Арцаха, Европы, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки, а также президент Западной Армении и члены правительства. Заседание провел спикер парламента Леонардо Басмаджан. Обсуждены вопросы повестки дня. Состоялась сессия вопросов и ответов между правительством и Национальным собранием. Участники заседания обсудили возможность изменения порядка получения гражданства Западной Армении. Комитет по туризму Министерства юстиции Республики Армения в рамках туристической программы 2021 года обеспечит участие Армении на международной выставке ATM Dubai 2021, которая является лидером туризма на Ближнем Востоке, чтобы повысить туристический рейтинг Армении. В течение 27 лет проведения ежегодной выставки под крышей Всемирного торгового центра в Дубае многие посетители были ознакомлены с различными направлениями мирового туризма. В этом году выставка состоится 16-19 мая в Дубае и 24-26 мая на виртуальной площадке. Участие на выставке с официальным армянским павильоном осуществляется Комитетом по туризму Министерства юстиции Республики Армения и субсидируется в рамках программы туризма 2021 года. Уважаемые соотечественники, сообщаем вам, что Вечер памяти назначенный на 13 марта этого года, посвященный бывшему директору Фонда изучения архитектуры Армении, одному из соучредителей Национального совета Западной Армении, памятниковеду Самвелу Карапетяну, переносится на 27 марта сего года на 17.00 в здании Союза Архитекторов Армении по адресу Баграмяна, 17. Европейские институты выдвинули сегодня вопрос о пленниках в свою основную повестку дня. 9 марта Европейский суд по правам человека постановил проинформировать Комитет Министров о временных мерах, примененных к армянам, взятым в плен Азербайджаном. ЕСПЧ отметил, что 72 из 249 армян все еще находятся в Азербайджане, чье пленение и задержание были признаны азербайджанской стороной, и заверил, что не располагает информации об остальных 112 людях. Очевидно, что Азербайджан, удерживая военнопленных, пытается использовать их для давления на армянскую сторону. Если на самом деле Азербайджан стремится как-то наладить отношения с Арменией, он должен был давно вернуть военнопленных. Сегодняшнее поведение Азербайджана может привести только к тупику в этом вопросе, поставив под угрозу выполнение положений трехстороннего заявления. С полной версией статьи можете ознакомиться в газете «Республика Армения». Черная роза, растущая в Урфе провинции Халфети Западной Армении, единственная в мире получила свидетельство о регистрации с географическим указанием. Еще 18 сентября 2019 года по инициативе мира Халфети была подана заявка на регистрацию черной розы, которая получает свой уникальный цвет и аромат от родины. Черная роза – прекрасная идея для фильмов и сериалов. Кремы, мыло и духи из нее также активно производятся от ее владельцев. Черная роза привлекает внимание всех гостей, приезжающих в провинцию. Свой уникальный запах и внешний вид она получает от почвы, на которой растет. Из черной розы производят натрий, джем, духи и шоколад. Если у вас есть возможность съездить в провинцию Урфа Западной Армении, рекомендуют купить черную розу в качестве сувенира. В Армении снова начинаются традиционные дни франкофонии, по случаю которых посол Франции в Армении Джонатан Лакот провел пресс-конференцию. Посол напомнил, как в Армении прошел 17-й саммит франкофонии, охарактеризовав его как красивое и комплексное мероприятие, которое Армении удалось успешно осуществить. Армения является членом международной организации франкоязычных стран, поэтому наше сотрудничество будет очень долгим. Мы все очень хорошо понимаем, что Армения столкнулась с большими трудностями и проблемами в последнее время. Но мы думаем, что даже в этом контексте важно продолжать армяно-французскую дружбу, культуру франкофонии, праздновать ее и сотрудничать. Прошло 10 лет с тех пор, как Армения решила следовать ценностям франкофонии и вступить в международную организацию франкофонов, которая придерживается и других ценностей. Более 300 миллионов человек в мире говорит по-французски. Французский язык является пятым наиболее распространенным языком в мире, третьим рабочим языком и четвертым наиболее часто используемым языком в интернете. Французский самый быстрый язык в мире, сказал посол. С давних времен ковры считались самым важным предметом повседневной жизни армян. Семья Мегирян уже более четырех поколений восстанавливает старые ковры и производит новые. Около 30 лет назад семья Мегирян открыла в Армении производство, основанное на принципах сохранения внешнего вида и древнего стиля традиционных армянских ковров. Со временем они разработали старые армянские технологии получения натуральных красителей для имитации ковров, создав принцип старинных производств ковров ручной работы. Таким образом, производство традиционных армянских ковров ручной работы получило новую жизнь. Мегиряны вновь открыли как бывшие, так и новые филиалы ковроткачества в 22 населенных пунктах Армении. Леонид Андреасян, директор по производству и продажам компании «Мегирян Карпет» представил ковры музея «Мегирян», ознакомив с их историей, сообщив возраст, значение орнаментов и так далее. Полная история музея и компании доступна на нашей странице YouTube. Далее для вас музыкальная группа «Ошакан» – Арави Ель Купар. Арави Ель Купар. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok